Смотрите в сегодняшнем выпуске. В парламент Украины подан законопроект, запрещающий поставки воды и электроэнергии в Крым. Станет ли блокада полуострова законной? Обыски продолжаются. Сотрудники оккупационных спецслужб снова нагрянули к бывшей сотруднице крымско-татарского телеканала АТР. Новая жизнь крымских вин, продукцию торговой марки «Новый свет» теперь производят на материковой Украине. Право на правду. Как крымским журналистам удалось сохранить право на профессию после оккупации полуострова? В парламенте Украины зарегистрирован проект закона о временно оккупированной территории Украины, который предусматривает запрет на торговлю с оккупированными территориями страны, а также на поставку им воды и электроснабжения. Документ также устанавливает режим государственной и таможенной границы для линии разграничения. Автором законопроекта является вице-спикер парламента Оксана Сыраид и еще десяток народных депутатов, в том числе глава Меджлиса крымских татар Рифат Чубаров. Сыраид отметила, что если документ будет принят, Украина не сможет поставлять электроэнергию в оккупированный Крым. Напомним, во вторник, 8 декабря, поставки электричества по линии Каховка-Титан на полуостров возобновились. До этого, как известно, они две недели блокировались участниками гражданской акции на админгранице с полуостровом. Законопроект Оксаны Сыраид также запрещает ввоз грузов и товаров из оккупированных территорий Донбасса и Крыма за исключением личных вещей граждан. Таким образом, блокируется действие закона о свободной экономической зоне Крым, против которого уже третий месяц протестуют участники гражданской акции на админгранице с полуостровом. Также документ в случае его принятия делает невозможным закупки правительством Украины угля у так называемых ДНР и ЛНР. Окупационные спецслужбы в Крыму снова провели обыск в доме бывшего гендиректора крымско-татарского телеканала АТР Эльзары Ислямовой. Сотрудники ФСБ пришли в ее дом рано утром 9 декабря. Следственные действия длились полтора часа. По словам адвоката Джамиля Темишева, оперативники искали документы и любую информацию, связанную с деятельностью владельца АТР, инициатора гражданской блокады Крыма Ленура Ислямова. Ничего не нашли. Эльзара Ахану вела себя спокойно. И следователи, и оперативные сотрудники не давали повода для того, чтобы нервничать или переживать. Темишев отмечает, что нынешний обыск прошел корректно, в отличие от предыдущего, который состоялся месяц назад в рамках этого же уголовного дела. Никаких претензий к следствию нет. Говоря о том, что сам обыск сам по себе является неприятной процедурой, насколько было возможно, все права были соблюдены. Отметим, что всего три дня назад студия «Икара Денис Продакшн», которую Ислямова возглавила после вынужденного ухода из Крыма, телеканала АТР, был организован в крымской столице финальный концерт детского фестиваля «Татлы Сес». Самовразглашенный премьер Крыма Сергей Аксенов цинично явился туда поздравлять участников. Заместитель главы Меджлиса крымских татар Ильми Умеров утверждает, что оккупационные власти пригрозили организаторам мероприятия остановить концерт, если при выступлении Аксенова что-то пойдет не по сценарию. По словам Умерова, из-за детского фестиваля Симферополь наводнили автозаками и вооруженными людьми, а машину самого Умерова, который участвовал в мероприятии, перед концертом заблокировали около 40 силовиков, обвинив его в намерениях сорвать выступление Аксенова. Во вторник, 8 декабря, Аксенов также встречался с победителями фестиваля в оккупационном совете министров и пообещал, что детский крымско-татарский телеканал «Ляле», входивший в медиахолдинг АТР, получит российскую лицензию. Однако уже на следующее утро к Ислямовой нагрянули с обыском. К Новому году в Украине появится первая шампанская торговой марки «Новый свет», произведенная на материке. Над возвращением бренда Министерство агрополитики Украины работало около года. Как сообщили его представители на пресс-конференции в Киеве, новые марки игристых и шампанских вин «Новый свет» будут теперь производиться на государственном Харьковском заводе шампанских вин. Госпредприятие юридически переведено на материк, обновлена его печать, назначен новый руководитель. Права на бренд «Новый свет» на время российской оккупации Крыма переданы Харьковскому заводу. К празднику на украинских прилавках появятся четыре вида вин, позже – еще восемь. Все 12 вариантов продукции утверждены дегустационной госкомиссией, в состав которой входят авторитетные украинские виноделы. Госпредприятие «Новый свет», мы как бы мониторили ситуацию перед тем, как заниматься этим. Оно последние годы большую часть своего винограда, как это ни странно, покупало в Одесской области. Не буду называть конкретные совхозы, именно тот совхоз, с которым мы начали сейчас сотрудничество для воспроизведения этой марки. «Новый свет» – государственная марка, и она была и остается украинской. Главная задача производства вин этого бренда на материке – дать новую жизнь марке, чтобы она не была забыта потребителями, отмечают в Минагрополитике. Первая партия продукции – около 40 тысяч бутылок, появится в магазинах Харькова и Киева с 29 декабря. Стоимость одной бутылки будет около 100 гривен. Этикетка еще в разработке. Впервые надпись «Новый свет» на ней будет оформлена на украинском языке. Разработчики также напомнят, что Крым – это Украина. Идея в том, чтобы на Новый год, в этом 2016 году, каждый гражданин Украины поднял бокал шампанского «Новый свет» за то, чтобы Крым в 2016 году вернулся в состав нашего государства и от оккупации. Использованием торговой марки дело не ограничится. Сейчас решается вопрос о том, сможет ли Артемовский завод шампанских вин на оставании патентов «Нового света» выпускать шампанское по классической технологии. Сейчас продолжается работа, чтобы не только бренд «Новый свет», но еще и патенты под «Новым светом». Самые патенты по производству достаточно уникального вина. И сейчас мы будем проводить тендер. По информации Минагрополитики Украины, на полуострове для виноделия настали не лучшие времена из-за российского законодательства, которое значительно жестче украинского. В них же, для того, щоб це вина отримало акцизну марку, його потрібно пропустити через спеціальний такий лечильник. І була мова про розкуркування як цього напою, так і напоїв, які вже багато років зберегалися в пляшках на Масандрі. І про те, що їх потрібно пропускати через такі лечильники. Сьогодні в Криму це не виконується, ця норма. На невиконання цієї норми йдуть самі колективи цих підприємств. Вони дійсно в шоті і обурені такою пропозицією, щоб таке взагалі відбувалося. Вся продукція, произведена в оккупации на производственних мощностях госпредприятия «Новый свет» подпадает под санкції. Все международні контракты прерваны. Минагрополитики України следить за тем, чтобы в торговых сетях України не появлялась продукция кримських заводів, захваченных российскими оккупантами. Два десятка крымських редакций і 15 журналистів получили техніческую помощь на сумму около 4 млн грн в рамках проекта Восточноевропейського демократического центра «Польша» і «Интерньюз Україна». Согласно условіям конкурса, одна редакція могла претендовать на получение оборудовання стоимостью до 10 тисяч евро, а один журналист на техпомощь стоимостью до 2 тисяч евро. Каждій заявки необходимо було предоставити три рекомендації от авторитетних українських представителей медіасообщества і експертов. Проект реалізовувався за гроші фонду міжнародної солідарності, так само польський фонд, але основні гроші – це були ті гроші, які отримав Мустафа Джемилів в рамках нагороди, так званої нагороди солідарності. І він практично скерував ці свої гроші, в тому числі на цю програму. Організатори оцінюють проєкт як один із самих успішних в Україні в цьому року. Він помог багато журналистам, пострадавшим від російської оккупції Крима, повернутися в професію і продовжати інформувати свою аудиторію, як крымчан на матеріке, так і тіх, хто залишається в оккупції. В першу чергу, ми дивилися на досвід і важливість чи ЗМІ, чи журналістів для інформаційного поля. Друге – це адекватне висвітлення. Тобто, ми не підтримували ті медіа, які, очевидно, схвально оцінювали оккупати РФ укрімського півострова і які ставали рупором російської пропаганди. В то же время сами журналисты, освіщаючі крымську проблематику, отмечають, що она пока так і остається нераскрытой в інформаційному пространстві України. Именно поэтому вони призвають всі СМІ, які освіщають крымські события или життя вынужденных переселенців, забыть о конкуренції і консолідувати свої сили. Поскольку почти за два роки російської оккупации полуострова у граждан по обі сторони Кримського перешейка сформувався запрос на об'єктивну, правдивую і оперативну інформацію о происходящем. Для них дуже важливо, щоб той телеканал або радиостанція або інтернет-сайт, до якого вони мають доступ, щоб в ньому була репутація, щоб вони могли йому довіряти. І це питання довіри для українських ЗМІ є принципово. Тому дуже важливо, стратегія держави вважає, що вона має стосуватися, перш за все, в будову інфраструктури, мовлення. Нам треба створювати умови для того, щоб був сигнал на супутник. Медіа-експерти і журналисты відмечають, кримська тема уходит на второй план не тільки в українському медіапространстві, але і, як следствие, на більш широких платформах. Іменно для того, щоб мирове сообщество получало новости з перших рук, Міністерством інформаційної політики України іниційован новий проєкт. Єженедельна сводка новостей о житні полуострова для міжнародной аудиторії. І разом з Міністерством інформаційної справи, саме з точки зору інформування іноземців, інформування світу про те, що відбувається в Криму, ми домовилися, що ми кожного тижня будемо робити такий собі дайджест, топ-5 новин про Крим, які будемо розсилати на дипломатів, які тут знаходяться, а також через канал МЗС на весь світ, по суті. Организатори проєкта надіються, що технічна допомога, предоставлення кримським журналістам, позволить їм объективно, качественно і оперативно інформувати крымчан о ситуации на полуострові і за її пределами, що в свою очередь не позволить жителям полуострова оставатися один на один с российской пропагандою, заполонившою містне медіапространство. Дякую за перегляд!